На будущей неделе в Гомеле пройдут торжества, приуроченные к 75-летию со дня образования Центрального района. О перспективах его развития мы будем говорить сегодня с нашим гостем. Гомельчане, присоединяйтесь к диалогу. Андрей Алексеевич Горбачев, глава администрации Центрального района города Гомеля. Родился в 1975 году в Гомеле. В 1998 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, где получил квалификацию историк-преподаватель общественно-политических дисциплин. Одновременно получил дополнительное образование по специальности практический психолог. В 2009 году окончил Академию управления при президенте Республики Беларусь по специальности управления персоналом. В 1998 году был избран на должность первого секретаря Центрального райкома БПСМ города Гомеля, с которой в октябре 1999 года был переведен на должность главного специалиста Гомельского областного совета депутатов. В 2006 году был назначен заместителем главы администрации Центрального района Гомеля. В мае 2012 года приступил к обязанностям генерального директора Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В нынешней должности с июля 2013 года. На вопросы, которые касаются перспектив развития Центрального района, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 8 0232 77 68 45. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Как наши внимательные зрители, наверное, заметили, вся ваша жизнь и учеба, и работа очень тесно связаны именно с Центральным районом. Скажите, пожалуйста, а другие города, районы или страны хотели бы для себя открыть? Где любите бывать? Да, на самом деле, Центральный район – это моя малая родина. Я и родился в Центральном районе, и вся моя трудовая деятельность, учеба связана именно с этим районом города. Поэтому он у меня любимый при всем уважении к другим районам нашего города и региону в целом. Что касается познания других районов, городов, с большим удовольствием это делаю, в меру возможности, если это получается. Очень много удалось увидеть и сравнить, будучи работая в Гомельском областном исполнительном комитете, в областном совете депутатов. Ну и, конечно же, участвую в разного рода культурных и социальных проектах международных. Это и на работе, будучи заместителем главы администрации района. И особенно много удалось увидеть, работая директором Дворцова парка в ансамбле. Конечно, такие поездки заставляют о многом задуматься. Но прежде всего, это возможность посмотреть, как живут другие, как обустраивают свои территории. И потом, по мере возможностей, максимально предлагая свои усилия, внедрять хорошие формы здесь у себя на родине. Каким городам есть место в вашем сердце, кроме Гомеля? Я не выделяю другие города, кроме Гомеля, не расставляю между ними приоритеты. Гомель – это мой любимый город. А остальные города – это города, в которые мы ездим в гости. Спасибо. Спасибо. Центральный район, он, конечно, для города особенный. Это его исторический центр. Здесь расположены основные достопримечательности. И по нему туристы и гости города делают вывод, какие-то впечатления обо всем городе. Чувствуете в связи с этим особую ответственность? Конечно, да. Эту ответственность чувствую не только я, эту ответственность чувствует вся моя команда, работники администрации Центрального района, наши службы. Абсолютно правильно вы сказали, что именно по центру города дается оценка всему городу. Поэтому особый статус района, расположение в нем всех административно-управленческих органов, банковских систем, накладывает особый отпечаток и на качество организуемой работы. Поэтому для нас не существует мелочей в организации нашей работы. Но в то же время мы понимаем, что Центральный район – это не только центр города и свою историческую часть. Это, конечно же, мы условно делим район на три части. Это исторический центр, ограничиваемый нами историческим треугольником. Это до проспекта Победы. Затем микрорайоны застройки 70-х, 80-х. Это от улицы Победы до улицы Кожера. И наши микрорайоны новостройки, построенные в 90-е, 2000-е годы, уже 21-го века. Это микрорайоны Мельников-Лук и микрорайон Кленковский. Почему таким образом? Потому что мы не имеем права уделять внимание только одному центру. Мы должны понимать, что наши люди живут не только в центре. В центре они работают, отдыхают, проводят свое свободное время. А живут им все-таки больше в спальных микрорайонах. И поэтому качество работы особое мы уделяем центральной части города. Но не забываем о том, что у нас есть окраины. То есть наши спальные микрорайоны. На будущей неделе центральный район будет отмечать свое 75-летие. Андрей Алексеевич, я, конечно же, вас поздравляю с этим событием. Все ли запланированное к этому дню успеваете закончить в плане подготовки? Мы поставили для себя очень много задач в начале этого года, когда разрабатывали план мероприятий, посвященных 75-летию района. На самом деле, это не только праздник центрального района. Если дать немножко, уделить время истории, то 19 июля 1940 года произошло событие для нашего города очень важное. Наш город впервые был разделен на три административных отдельных района. Центральный, Железнодорожный, Новобелецкий. Поэтому наши соседние районы по праву отмечают этот праздник вместе с нами, вместе со всем городом. Мы не случайно отнесли праздничные мероприятия на ноябрь месяц, потому что летом, как правило, людей в городе немного, отпускная пора, поэтому мы постарались все наши праздничные мероприятия сдвинуть на осеннюю пору. Во-первых, это была тематическая программа, посвященная дню рождения района во время праздного дня города на районной площадке возле Ледового дворца, где собралось большое количество жителей наших новых микрорайонов и гостей из центральной части. А также непосредственно сами мероприятия, которые состоятся на следующей неделе, в пятницу 13-го, такое совпадение. Интересная дата. Но мы не суеверные люди, поэтому надеемся, что все пройдет хорошо. У нас это финальное мероприятие, наши пройдут, это состоится презентация книги, которую в этом году мы издали при поддержке предприятий и организаций нашего района. Сегодня могу ее показать всем, кто нас смотрит. Такая книга называется «Там, где сердце города, центральный» 75. Поэтому большое спасибо всем, кто помог ее издать. И особые слова благодарности издательскому дому «Вечерний Гомель». Ну и, конечно, после презентации книги праздничный концерт в общественно-культурном центре. Небольшая торжественная часть, которая необходима в таких случаях. И праздничный концерт, на котором свое творчество представит президентский оркестр Республики Беларусь под руководством Виктора Бабарыкина. Хотел бы сказать, что в течение этого всего года многое было сделано на территории района. И хотел бы сразу поблагодарить за поддержку и за внимание, которое оказано было в этом году центральному району города и нашего председателя Гомельского обл. исполкома, губернатора Владимира Андреевича Дворника и мэра нашего города Петра Алексеевича Кириченко. Потому что те задачи, которые были решены в этом году при их непосредственной личной поддержке, они бы никогда не могли быть решены непосредственно силами только администрации района. Поэтому спасибо большое, что такая поддержка, такое внимание со стороны нашего руководства, нашему району в этом году произошло. Несмотря на то, что центральный район – это центр культурной жизни города, на его территории расположены и крупные промышленные предприятия, Андрей Алексеевич, скажите, пожалуйста, как складывается экономическая ситуация в районе по итогам первых девяти месяцев года? Ну, ситуация складывается стабильно. Несмотря на те трудности, которые произошли в экономике в конце прошлого года, вызванные тесной взаимосвязью наших промышленных предприятий с Российской стороной, с Российской Федерацией, в принципе, ситуация выровнялась. Есть хорошая положительная динамика. В целом скажу, что на территории района производством промышленной продукции занимается 19 предприятий различной формы собственности. В среднем объем производства за январь-сентябрь нынешнего года составил 2,2 триллиона рублей и вырос на 9% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. То есть динамика присутствует положительная. Так же, как и производительность труда на предприятиях, которые входят в эту форму отчетности, составила также 112%. То есть тоже присутствует положительная динамика. Поэтому есть определенный вопрос, конечно, в экспорте товаров, потому что экспорт сегодня одной из основных слагаемых успеха экономической деятельности предприятия. Но учитывая опыт, который мы получили в отношениях с российским рынком, сегодня большинство предприятий перестраивают свои направления внешней работы, внешнеэкономической деятельности. Кто-то больше устремляет свои интересы на Украину, Молдавию. Кто-то больше устреляет свои интересы в Республике Закавказья и Средней Азии. А кто-то не побоялся и рискнул, и где-то этот риск получился оправданным, зарекомендовался неплохо строительство своих экономических связей со странами Западной Европы. Поэтому я думаю, что подводя итоги года, экономические итоги года, мы увидим уже первые результаты такой диверсификации внешнеэкономической деятельности. Но наиболее яркие плоды вот этой работы, которая была посвящена весь этот год, в построении новой внешнеэкономической политики на предприятиях, я думаю, что увидим уже в следующем году. О новых проектах и новых возможностях для предприятий Центрального района Гомеля пойдет речь далее в нашем сюжете. Внимание на экран. В этом здании главная мельница Гомеля находится уже более 50 лет. Правда, за этот период ее несколько раз меняли в более современную. Однако новая модель, без преувеличения, последнее слово перерабатывающей отрасли. Впрочем, назвать новую конструкцию высотой почти в 25 метров мельницы в классическом понимании невозможно. Тем более, что в отличие от некоторых случаев, когда покупали то, на что хватало денег, на этот раз выбрали действительно самое лучшее. Кстати, экспертизу предложенных проектов проводила Национальная академия наук. А там знают толк в современных разработках. Компания Бюллер является мировым лидером в производстве оборудования для зерноперерабатывающей промышленности. И данное оборудование позволит предприятию Гомельского продукта идти на наиболее высший уровень качества и извлечения муки из зерна. Гомельский комбинат хлебопродуктов – предприятие с многолетними традициями качества. В 1971 году тогда еще мельничный комбинат номер 8 был награжден Орденом Трудового Красного Знамени за внедрение передовой технологии. Правда, с тех пор многое изменилось, и новое время требует новых подходов. Сегодня мало просто вырастить хороший урожай. Его еще нужно переработать максимально эффективно. Данная линия позволит нам не только провести замену устаревшего оборудования, но и производить новую продукцию. Мы увеличиваем количество отбора манки, будем производить макаронную крупку, и, естественно, увеличится выхода высшего первого и других сортов. То есть степень извлечения муки с одной тонны зерна увеличена в несколько процентов. Для нас это очень существенный экономический признак, который позволит нам окупить данный цельский проект. Еще одна цель, которую планируют достичь на Гомельском комбинате хлебопродуктов в результате реализации инвестпроекта – увеличение экспортных поставок. В принципе, здесь и сейчас имеют партнеров за рубежом. Однако ассортимент поставляемой продукции не очень широкий. О выходе на новые рынки говорят и в акционерном обществе «Спартак». Недавно здесь завершили реконструкцию линии по производству батончиков. Сегодня готовят к пуску линию вафельной продукции. Сырье будет использоваться традиционно. Единственное, что мы изменим в соотношении вафельных и с начинками. На сегодняшний день в цехе соотношение вафельных и с начинками по технологии у нас 20% используется вафельного листа, 80% начинки. В этом цехе у нас будет соблюдено другое соотношение вафельных и с начинками. То есть начинки будет меньше. Так было проведено маркетинговое исследование. И было предложено отделами продаж и маркетингом, то есть, что покупателю нравится больше, когда меньше начинки, больше вафельного листа. Прежде чем начинать реализацию нового проекта, на «Спартаке» детально изучили все возможные рынки реализации новой продукции. Плюс разработали гибкую ценовую политику. На предприятии не скрывают. Девальвация национальных валют в странах-партнерах не самым лучшим образом повлияла на финансовые потоки. Однако даже в таких условиях акционерное общество не только увеличило выпуск продукции более чем на 400 тысяч тонн, но и реализовало ее. Только в прошлом месяце «Спартак» принял участие в ярмарке белорусских товаров в Новосибирске и посетил Китай. Эта страна, кстати, в 2015-м стала новым партнером гомельчан. И не только она. Мы в этом году закрепились и начали более плотно работать с странами Средней Азии, такими как Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан. Кроме того, мы сегодня подписали и продлили на следующий год договорные отношения с Азербайджаном и Монголией. Вот на эти страны мы сегодня в первую очередь планируем поставки нашей новой продукции батончиков на основе нуги и мягкой карамели, батончиков мюсли, новой вафельной продукции, поскольку непосредственно этот ассортимент пользуется повышенным спросом ввиду своей низкой цены и достаточно высоких вкусовых качеств. Глава администрации Центрального района города Гомеля Андрей Горбачев сегодня гость нашей студии и мы продолжаем диалог в прямом эфире. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня интересует вопрос, существуют ли льготы для определения ребенка в детский сад в основном военнослужащим и есть ли такое понятие, младший ребенок определяется в детский сад автоматически, в который уже ходит старший ребенок. А можете пояснить, где вы живете? В Центральном районе. Да, мы это понимаем. А конкретно в каком микрорайоне? В 21-м. Спасибо большое. Андрей Алексеевич, пожалуйста, прокомментируйте. Это один из самых сложных вопросов на сегодняшний день у нас в районе, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях. Вот таких льгот, которые были сейчас названы, их в принципе не существует. И люди, которые хотят определить ребенка в дошкольные учреждения, они все равны в своих правах. Администрация района принимает заявление от родителей ребенка. Причем мы при приеме заявления предлагаем определить несколько дошкольных учреждений, но не более трех, которые находятся в непосредственной близости от места проживания ребенка. Затем отдел образования более плотно начинает работать с родителями, в том числе прорабатывая вопросы логистики, если родители работают где-то в центральной части и есть места в дошкольных учреждениях, расположенных возле места работы родителей. Параллельно, учитывая то, что мест не хватает и не все можно сегодня построить за бюджетные средства, мы ведем работу по уплотнению групп в дошкольных учреждениях. То есть мы не просто, мы не увеличиваем количество людей, количество детей в этих группах до, как говорится, четырехэтажной кровати. Нет. Просто мы начали работу по возврату в педагогическую деятельность помещений, которые были выведены в начале 90-х из этого оборота, назовем так. То есть в этих групповых были созданы гимнастические залы, танцевальные залы, какие-то залы ритмики. И сегодня мы проводим такую работу, мы возвращаем их именно для использования в качестве детских групп. Кроме того, возвращаем в эту работу с дошкольными детьми, с дошколятами, с маленькими детьми, учреждения в целом, которые были выведены из системы образования. Допустим, в них размещались туристические центры или что-либо другое. Эта работа сложная, но мы ее проводим планомерно, пытаясь таким вот образом максимально минимизировать неудобства для родителей, которые имеют маленьких детей. Кроме того, для жителей дальних микрорайонов, это микрорайон Кленковский, откуда позвонила заявительница, организованы родительские маршруты, которые позволяют родителям, не используя общественный транспорт, доставить своих детей для пребывания в детском саду, допустим, в микрорайон старого, на старый аэродром, на специальном автобусе. Но обратно уже приходится ехать самостоятельно. Спасибо, Андрей Алексеевич. И у нас есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Меня зовут Елена. Я проживаю на улице Кожара, в доме номер 1. Еще несколько лет назад я слышала о планах по продлению нашей улицы, улицы Кожара, от Советской к 17 микрорайону и, в частности, к Людовому дворцу. Подскажите, пожалуйста, эти планы осуществлятся когда-нибудь? Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо за вопрос. Планы, на самом деле, для того и существуют, чтобы когда-нибудь, как вы сказали, их осуществлять. Но осуществлять их можно по-разному. Можно осуществлять план, который был изначально фантастическим, но, может быть, не до конца фантастическим. Это был разговор, вы говорите сейчас о том, чтобы соединить пешеходным мостом улицу Кожара от бывшего магазина «Спорттовары» и нынешнего «Манежа» с улицей Кожара возле Ледового дворца. Пока мы от этого плана отказались, но в то же время мы сегодня работаем над тем, чтобы соединить улицу Кожара, улицу Юбилейная, с улицей Головатского, которая находится в 17-м микрорайоне. То есть возобновить тот знаменитый небольшой проезд от «Манежа» в 17-й микрорайон. Это позволит нам, во-первых, разгрузить улицу Мазурова, потому что большое количество транспорта из микрорайона номер 16-17 пойдут напрямую на улицу Советскую через улицу Кожара. Второе, это позволит запустить автобусный маршрут номер 28 по кольцу через старый аэродром, что позволит молодым родителям без проблем доставлять своих детей в дошкольные учреждения старого аэродрома. Ну и, конечно же, это позволит организовать в том числе и безопасный пешеходный маршрут с улицы Юбилейная, улицы Кожара в микрорайон номер 17. Ну а что касается реализации строительства пешеходного моста от «Манежа» на улицу Кожара, я думаю, это вопрос не сегодняшнего дня. Он остался пока в проекте, хотя в настоящее время происходит корректировка генерального плана развития города Гомеля, вполне возможно, что-то будет откорректировано и по этому проекту. Спасибо, Андрей Алексеевич. Я хотела бы, чтобы Вы прокомментировали увиденное в сюжете. Как Вы оцениваете перспективы этих новых проектов? Ну, приятно, что эти проекты реализуются уже под просчитанные рынки сбыта. Потому что можно провести модернизацию предприятия, вложить большие гигантские средства в его новое оборудование, но потом не получить гарантированного успеха. То есть нужно не просто провести модернизацию, необходимо, чтобы в результате модернизации новая продукция была востребована и нормально и хорошо реализовывалась на рынке. Что касается «Спартака», ему, конечно, немножко проще, если два предприятия брать, которые были приведены в видеосюжете, ему проще, потому что это уже у него второй такой крупный проект, не говоря про проекты, которые были сделаны в предыдущие годы, но такой крупный, яркий. Это вот второй проект. И он на самом деле не заслужен, он вынужден. Это было делать необходимо срочно. Почему? Потому что износ старого вафельного цеха, производства производства вафель, он составляет порядка 100%. Это самый старый цех на предприятии. И поэтому плюс трудоемки, большие трудозатраты, большие энергопотери. Поэтому предприятие реализует сегодня этот проект по строительству новой линии по производству вафельной продукции, которая, кстати, очень востребована сегодня на рынке на внутреннем и на внешнем, как глазированная, так и с разными наполнителями, жировыми и фруктовыми, и самыми разнообразными, которые будет представлять новая линия. Тем более, что по качеству продукции выпекаемого вафельного листа, по качеству продукции начинки, используемой для этой вафельной продукции, она ничем не будет уступать западноевропейским аналогам. Линия немецкая. Плюс, конечно же, поражает ее производительность. Линия способна выпускать 1000-1200 кг в час готовой вафельной продукции. При этом проводить автоматическую упаковку в современную упаковку, как упаковываются батончики шоколадные. Поэтому, благодаря такому объему производства, следовательно снижению затрат еще и на производство, новая продукция займет достойное место не только на внутреннем рынке, но будет способна подвинуть своих основных конкурентов и на внешних рынках, например, рынках Российской Федерации. Что касается нашей мельницы, проект на самом деле выстраданный. Почему? Потому что мельница была построена в послевоенные годы, восстановлена в 1957-1964 годах. Последняя реконструкция, такой ремонт текущий, был произведен в начале 90-х. И как и в случае с вафельным цехом фабрики «Спартак», так и в данном случае износ составлял уже 100%, уже гарантированное 100% мельничного оборудования. А такой износ, конечно же, при данном специфике этого производства, это большие потери не только энергетические на производство продукции, основной это муки, но и потери именно непосредственно технологические, то есть ухудшение качества помола, следовательно, увеличение количества отходов, ну и следовательно, лишние потери финансовые. Поэтому новая мельница позволит перерабатывать не менее 200 тонн зерна в сутки, что выше на 11%, чем существовавшее оборудование, а также увеличение выпуска непосредственно муки из перерабатываемого зерна на 20%. Но еще такой нюанс, об этом не упомянул главный шеф-монтажник оборудования из Чехии, о том, что качество муки, которое производится на мельницах, оно определяется тонкотой помола. Так вот, в случае успешного реализации, мы уверены, что реализация этого проекта будет успешной, мы в Гомеле получим лучшую муку в Республике Беларусь, которая по своему качеству и по тонкоте помола превозойдет качество муки знаменитой, Лицкой и Климовичских заводов. Спасибо, уважаемые телезрители. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 77 68 45 номер телефона, по которому вы можете задать вопрос или высказать свое мнение. Присоединяйтесь к диалогу. Мы продолжаем диалог. Говорим сегодня о центральном районе города Гомеле. И принимаем в нашей студии прямого эфира очередной вопрос от нашего телезрителя. Здравствуйте! Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Позвольте задать вам два вопроса. Пожалуйста. Я житель Гомеля, над Водовой улицей живу, зовут меня Любовь. Я интересуюсь, магазин «Родная сторона» у нас закрыт уже больше полгода. Планируется ли его открыть в ближайшее время или что там другое будет? И второй вопрос. Здание «Полиспечать» пустует. У нас есть предложение от нашей семьи. Пожалуйста, нельзя ли открыть там выставочный центр? Спасибо большое, Любовь, за ваш звонок. Андрей Алексеевич. Спасибо. Ну, что касается работы магазина «Родная сторона», да, действительно, магазин «Родная сторона» закрыл собственник. Продлевать арендные отношения он не захотел, а наше предложение выкупить помещение он тоже отклонил. Поэтому магазин временно закрыт. Сегодня на себя всю нагрузку взял магазин «Дары природы». В связи с чем руководство этого магазина и собственник «Универсальная база» увеличили количество поставляемых туда продуктов. Но судьба магазина «Родная сторона» следующая. Прежде всего, мы его будем продавать с аукциона. Работы уже в этом направлении начались. Но при продаже будет выставлено условие сохранения профиля, то есть магазина повседневных товаров продовольственного направления. Что касается здания фабрики «Полиспечать», да, действительно, фабрика «Полиспечать» в результате реорганизации с издательским центром «СОЖ» перевезла свои все мощности по производству на территории этого центра. Это на улице Лепешинского. В настоящее время собственник здания вырабатывает концепцию использования этих помещений в дальнейшем. Потому что, прежде всего, кроме того, что здание фабрики, это здание-памятник архитектуры, объекта историко-культурного наследия, в котором располагалась Городская дума в дореволюционный период. Есть несколько версий развития будущего этого здания. Это и создание музея Гомельской области с выставочными залами, где можно было бы экспонировать экспозиции, посвященные нашему региону. Это и выставочный зал, и еще несколько проектов, которые в настоящее время обсуждаются. Несомненно, это здание не будет превращено ни в ресторан, ни в какое-то казино. Это будет здание общественно-культурного назначения, которое станет приятным украшением центра нашего города. Спасибо большое. На протяжении нескольких лет очень активно велось строительство в центральном районе. Скажите, пожалуйста, уже все площади использовали или еще территории есть свободные для того, чтобы строить новые дома? Да, действительно, последние, наверное, 15 лет основная строительная площадка города были микрорайоны центрального района. Это выросшие за эти годы микрорайон Мельников-Лук и микрорайон Кленковский. Микрорайон Кленковский практически завершен. Осталось несколько площадок для строительства жилых домов, а также площадки, которые мы планируем создать для строительства жилых домов путем уплотнения жилой застройки, сложившейся на территории этих микрорайонов. Микрорайон Мельников-Лук практически завершен в стадии порядка 50-60% завершения микрорайон номер 18. Это там, где дома разноэтажности. А также это мероприятие по уплотнению и завершению застройки 19 микрорайона и 16 микрорайонов. Ну и кроме этого у нас еще есть одна площадка. Это перспективная площадка будущего. Микрорайон Плесы. Это находится за микрорайоном частной застройки Старого Латова. Но это долгосрочный проект. Пока мы только еще приступаем к тому, чтобы разработать концепцию его освоения, потому что требует и значительных финансовых затрат. А самое главное, учитывая, что он находится в пойменной зоне реки Сош, необходимо очень грамотно просчитать строительный процесс, чтобы ни в коем случае не нанести вред нашей природе. Конечно. Следующий вопрос Андрей Алексеевич прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Не слушайте себя по телевизору. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Я житель Кирова улицы, 89 и дальше к универу. Вот у нас расширили дорогу. Но ограждения на нашем участке не поставили. С детьми очень страшно ходить. С маленькими, с детсадовскими. Будет ли ограждение? Понимаю ваши опасения. Спасибо. И второй вопрос. Вот перекресток у нас на Полеске Кирова. Там очень нехороший перекресток. Там очень много ступенек. Там очень неудобно ходить по жилым людям. Будет ли что-нибудь, посмотрели бы, что-нибудь изменили? Спасибо. Андрей Алексеевич, пожалуйста, прокомментируйте. По поводу ограждений мы сегодня, когда провели мероприятие по расширению улицы Кирова, в центральной части немножко видоизменили организацию движения. У нас появилось большое количество ограждений. Мы их ставим прежде всего там, где есть в этом необходимость. Это зоны перекрестков. Чтобы не было несанкционированных переходов дорожной проезжей части и тем самым не создавались аварийные ситуации. Что касается Кирова 89 и дальше в сторону, как вы сказали, универа, я посмотрю на этом участке, что у нас происходит. Если в этом есть на самом деле необходимость, мы посоветуемся с ГАИ. Будем инициировать установку этого ограждения с целью создания безопасных условий для пешеходов. Что касается перекрестка с Новополеской, я выйду, посмотрю, где там много ступенек. По-моему, их там не так много, но там естественный уклон с улицы Кирова на перекресток с улицей Докутовича. Поэтому посмотрим. Но если мы не будем создавать ступеньки на таких уклонах, извините, в осенне-зимний период там появятся горки. А это гораздо опаснее, чем неудобство при прохождении ступенек. Спасибо. Андрей Алексеевич, наши корреспонденты поинтересовались мнением гомельчан о благоустройстве центрального района Гомеля. Давайте посмотрим. Давайте. Я очень люблю свой город. Я здесь прожила всю жизнь. И город очень красивый. И очень красивый стал последнее время. Много цветов. Вот бархатцы очень город выручают. Ну, какие-то фигуры есть. Их изобилие, в общем-то, я считаю, не нужно. Раньше вот у нас как-то здесь вот в скверике убирались чаще и было чище. Сейчас, соответственно, что-то они не очень. Или сократили уборщиков, наверное, скорее всего. Вот. Ну, конечно, интересный этот вопрос. Это вот по Кирово улице там тоже какие-то странные эти переходы. Ну, для людей, может быть, неудобно. Мне не нравится, знаете, что вообще в центральном районе, что больше стали делать стоянок, автостоянок. Вообще в других городах, вот я и в России была, в других городах наоборот убирается это. А у нас в Гомеле почему-то все больше и больше стоянок для автомобилей. Ну, как вот, допустим, вот как в Туле, там, вот я была в Туле, да, там, значит, ну, до определенного этого места можно, а центр города закрывается для автомобилей, для частного транспорта. Они пересаживаются в общественный транспорт и едут общественным транспортом. Вот скверику нашему этому, мы считаем, это наш парк, потому что я здесь на Пушкино живу. Ну, хотелось бы, чтобы трохи гоняли этих вот собак. Тут по утрам и вечерам, о чем много собак. Вы имеете в виду выгуливать собак? Да, больше собак, чем детей. Ну, а так все вроде нормально, все хорошо. Все достаточно. Зелени тоже предостаточно. Я думаю, все только нужно оккультуровать, это то есть убирать. Все, я всем доволен. А что еще, что-то у молодших надо спросить, а я уже, знаете, мне все, я вижу, для меня все хватает. А что еще? Надо как-то то ли газончики какие-то другие сделать, что-то клумбы интереснее более сделать. Я живу в районе аэродрома, у нас там, допустим, не очень. Я бы очень хотела, чтобы прекрасное место возле гостиницы «Турист». Я не говорю про пивной ларек и вообще про пиво-пиво. Там прекрасная естественная посадка скверик. Он практически парк небольшой в центре города. Там даже проложили недавно опять асфальтовые дорожки. Но постоянная темнота, люди убиваются. Ни одной скамеечки. То есть, ну давайте все-таки экологию сделаем на благо людям. В принципе, довольны, убирают хорошо, зелени много, прекрасно. Только другой раз, как что поставят, где там, где не нужно. И как архитектор на это смотрит, я не понимаю. Даже затрудняюсь ответить. Сейчас хожу по городу, смотрю, как бы красиво все. Особых недостатков я не наблюдаю. Ну, так вот честно. Очень красиво. Нравится за маму. Андрей Алексеевич, а вам все нравится? Я отвечу такой знаменитой фразой. Нет предела в совершенству. Поэтому сколько людей, столько мнений. Но то, что вы показали, на самом деле, заставит нас обратить внимание на те вопросы, которые люди обозначили. Непосредственно это и уличное освещение, и состояние газонов. То есть, ну и мы это рассмотрим внимательно, все замечания наших граждан, жителей. И постараемся максимально их устранить, чтобы в следующий раз при такой встрече или при опросе их было гораздо меньше. Конечно, спасибо вам за это. Но я имела в виду, все ли вам нравится в благоустройстве центрального района Гомеля? И как эта работа будет продолжаться далее? Работа будет продолжаться и далее активно. То есть, не все бывает сразу видно, то, что делается районными властями и службами для того, чтобы благоустроить наш район. В настоящее время мы делаем больший упор на озеленение района. Причем избрали такую тактику, что основную работу по озеленению района, по высадке зеленых насаждений, мы проводим в осенний период, в условиях наиболее благоприятных для приживаемости. Так, например, в рамках месячника по озеленению в текущем году будет высажено, на территории высаженной заканчивается высадка порядка 1200 деревьев и порядка 750 кустарников. Причем мы не останавливаемся только центральной части города, то есть мы избрали определенные породы деревьев для проспекта Ленина, для улицы Пролетарской, для дворовых территорий на улице Кирова. Мы сегодня выходим уже из-за предела старого центра, потому что понимаем, что необходимо озеленять и создавать такую зеленую среду в новых микрорайонах. Да, они намыты на песком, это гидронамыв, но есть технологии, которые позволяют высаживать деревья на этих микрорайонах и тем самым благоустраивать и их. Ну а следом, конечно, идет работа по созданию газонов, уходу за ними, но в то же время я бы хотел обратиться и к вам, уважаемые гомельчане, жители, гости нашего города. Если видите, что что-то создано, давайте как-то к этому относиться тоже с благодарностью и с желанием сохранять и приумножать. Потому что, к сожалению, иногда бывают такие случаи, что сегодня сажаем, а завтра пересаживаем, потому что за ночь уже кто-то решил свою удаль молодецкую показать. Спасибо вам большое, что такое внимание этому уделяете. Мне очень приятно, что сегодня самое первое поздравление гомельчане услышат от вас в нашей программе. Я попрошу вас. Ну, прежде всего, я бы хотел поблагодарить всех гомельчан, не только жителей центрального района, очень много жителей нашего города работают в центральном районе и своим трудом, своим вниманием к этому району позволяет нашему району цвести, благоустраиваться. И, конечно же, позволяет ему выглядеть так, как он сегодня выглядит и тем самым получать высокую оценку со стороны наших гостей города. Ну и со своей стороны хочу поздравить всех жителей центрального района и людей, имеющих к нему отношения, то есть работающих здесь с юбилеем нашего района. Хочу поздравить всех жителей города Гомеля с юбилейной датой, со дня первого административного деления города Гомеля на районы. Желать всем хорошего настроения, оптимизма, бодрости, духа и, конечно же, крепкого здоровья и семейного благополучия. С праздником! Спасибо за диалог. Я желаю вам успешной реализации всего намеченного. Спасибо. Глава администрации центрального района города Гомеля Андрей Горбачев был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok